Украину не жалко, Украину списали, и Польшу тоже заранее. Несомненно, то есть по итогам своей спецоперации Путин уничтожил Россию в Украине, Россию в мире и уничтожает Россию в России. Причем, когда говорят Путин, ребята, ну вот с Грузией воевал Путин, тогда так говорили, а с Украиной воевать Россия. Российский народ. И с этим никуда не попишешь, ничего не поделаешь. Проблема ведь не в том, будет человек делать оливье на Новый год и будет ли он смотреть с легким паром или не будет. Проблема в том, что даже те, которые будут это делать, в силу того, что то, что у меня на кухне, то, что у меня в спальне, это личное дело, ребят. Даже у них будет внутренний дискомфорт, что правильно ли я делаю, что вот так. Даже у этой категории граждан, которые говорят, да, мы терпеть не можем, но традиция, столько и пора посмотреть перед Новым годом. Оливье – это тот салат, который на Новый год делается. Но при всем при этом будет уже вот такая вот. А у детей, у детей правильно дискомфорта уже не будет. Потому что для них выбор абсолютно очевиден. У детей, у детей молодого поколения вообще никакого дискомфорта не будет. То есть для них выбор очевиден. Но при этом Марко Симоньян на голубом глазу вчера говорит следующее, что, мол, не думайте, что Путину или кому-нибудь здесь доставляют удовольствие убивать украинцев и бомбить Украину. Нет, говорит, я точно знаю, Путин делает это без удовольствия. Край цинизма. Вы знаете, Гелла, нам все равно, с какими чувствами они это делают. Нам свои работы. Уничтожать, убивать российских оккупантов. И война, это только ненормальные могут к этому относиться с удовольствием. Война же – это всегда одно и то же. А они относились с удовольствием. Они же относились, правда, с удовольствием. Они получали огромное удовольствие. И какое бы удовольствие они получили от того, что уничтожили Украину? Конечно, удовольствие и прививка, доза российского величия. А удовольствия у них теперь нет. Почему? Потому что их убивают здесь. Убивают. Абсолютно согласен. То есть, и, конечно же, конечно же, изменилось отношение к России в других. Ну, в том, что мы называем постсовком. Это сам чумной барах и привлекающий к нему окрестности. Которые все никак не могут отбежать, отойти и так далее. Рискну предположить, в феврале большинство жителей постсовка были уверены. Были за Украину. Хотели, чтобы Украина распознать, но были уверены, что Украина обличает. То есть, их уверенность была такая, что, ну, это же Россия. Как Россия? Что Украина сможет сделать против России? Хотя я всегда бы советовал посмотреть на географическую карту. Но не просто на географическую карту, а на карту заселенности. То есть, как заселена вот эта, ну, это же Россия. И как заселена Украина? И я думаю, что там тоже, если ресурс набрать, а потом на все остальное, если ресурс набрать, не все так было бы однозначно. Сегодня очень многие считают, что, конечно же, Россию, Украину не победить. Но Россия не может проиграть. Россия не способна проиграть. И вот многие, кстати, беды, и многие, кстати, даже жертвы. Сегодня связаны с жертвой, я имею в виду, не в Украине, а в ней. Сегодня с ценой, но с этим-то я не знаю. Когда я в марте месяце начал говорить, что Россия обязательно проиграет в этой войне, это была вера. Но, извините, уже к маю это была уже информация. Основанная на анализе. А сейчас тем более. Украинцы не считаются с потерями, они забрасывают телами. То есть им сейчас это не важно. Плюс они на кураже. Про перспективу, я вас хочу запитати, мы бачим за векном досить тепла погода. Мы все очікували, что морозы мают допомогти нашій армії. Что вы скажете про эти компоненты, которые сейчас складаются? Перевага на чьему боце? Ну, справа в том, что я думаю, что это все, насправді, ось ця дияльность, ця заявка про намеры, вихід на адмінмежі, на адмінкордони, это в данном случае не просто, скажем так, комично, что можно смеяться. Я думаю, это отвлекающий маневр нашего врага. Чому они это делают? Они максимально зацикавлены, чтобы украинские войска были задействованы в великой кількости на Сходе, саме на напрямку Бахмута, на Донецком напрямку загалом, для того, чтобы не дать возможность создать ударные группирования на Певдень. Так, для того, чтобы не дать возможность... Они понимают, что стратегическая важность на сегодняшний день – это Певдень. Я бы сказал так, что кто ближчим временем контролювает Певдень, и насколько быстро украинским войскам удастся его деокупировать, это и решить финал, взагалі, цего этапа войны. От этого этапа войны, потому что это приблизит российскую поразку. Это вы про Мелитополь? Это Мелитополь, да. Я имею в виду, что оккуповано часть Запорізької области, Левобережья, Херсонщина. И это ключевое. Это понимает наш враг, это понимаем мы, это понимают наши захидные партнеры. Подивите, сколько они про Мелитополь написали там, и сколько вживаются. И тому, что делает Россия? Они обрали для себя тактику, что нехай все думают, что стоит первочердовая пріоритетная мета нам до конца грудня, там, ближчим часом, где окуповать, вибачте, окуповать Донеччину и не дать, соответственно, украинским силам, где окуповать. И мы будем сюда оттягивать украинские войска. Но, обратите внимание, что происходит. Вочевидь, идет что-то не за ворожим планом. И это доброе для нас. Потому что активность и перекидание российских танков, которые там привезли в Ростовскую область, они нашли близко 40 танков, они их заняли 2-3 месяца, пока они перекинули эти танки. Сейчас эти танки, и эти, и другие, они перебазируются на Маріуполь, на Бердянск, туда. А почему они туда перебазируют технику? Два варианта. Або готуются до прорива какого-то того направления, но этого пока не видно. Або готуются защищаться. А если готуются защищаться, значит, что? Значит, в повнести их план на Сходе не працюет. Бо план в повнести витягнуть наші війська, виснажити там и не дать нам можливість провести контрнаступ на Південь. Ось это стратегично важливо. А тут еще и криминат далась. И теперь им нужно растягиваться. Тобто, виходить так, они хотели нас перехитрити, они хотели втягнуть в кривавые бои, и втягнули в Бахмуте, дейсно, в кривавые бои. Но какие они рассчитывали финалы? Они рассчитывали, что сейчас украинским військам не вистачить ресурсов. Мы, что называется англійськое слово «стайлмейт», тобто все, воно загрузне все, не будет руху, мы будем вимушені борониться, они еще и пройдуть вперед, отцянуть нас от Бахмута и не дадут наступать на Південь. И зупинять наступальні дії под криминною, и перехоплять инициативу, будут створювать свое угрупование, чтобы на весну, снова же таки, вдарить. Но что-то не так было для них. И это не так, это то, что у нас же теж не идиоти в командувании, и бачать, и понимают прекрасно, что происходит. И еще не было такого, чтобы в цей, скажем, подчас цього повномасштабного вторгнення ворогові стратегично, подкреслюсь, стратегично удалось перехитрити украинское командувание, украинское військо. Я думаю, что и этого раза так не было. По-перше, мы не начали еще зимовую операцию. Зимовая операция начнется, когда изменится погода на Донбассе. Вона наразе, там идуть дощи, техника очень сложно пересуваться, именно поэтому происходят позиционные бои, в которых принимают очень мало участие танки, и очень мало, ну, относительно мало, принимает участие артиллерия, относительно мало артиллерийских дуэллений. Чтобы вона изменилась, от наразе иде, ну, скажем так, неофицийная информация про Кремену, про то, что Кремена будет в будущем звольнена, но, в первую очередь, только слушаем поведомления Генштаба, и я думаю, что мы скоро почуем это поведомление. Кремена – это важный пункт. Если, или мы его займем, то наступный – это будет Лисичанск, а если смотреться на мапу, то Лисичанск очень критичный для обороны Бахмата. Ну, то есть, если мы разрезаем Лисичанск, то Бахмату будет набагато легче. Когда начнется зимовая операция, тогда начнет набагато больше работать артиллерия, тогда набагато больше будут использоваться танки из нашего боку, и тогда эта позиционная война, окопная война, которая сейчас убивается в Бахмате, когда воюют в первую очередь пехотинцы, она изменится. Кроме того, не забываем про напрямок Запорожья, про Мелитополь. Мелитополь – это абсолютно очевидный напрямок для нашего наступа, для того, чтобы отрезать группировку Херсонскую, та, что залишилась в Херсонской области, и для поступового наступа на Крим. Тому не можно сказать, что мы зупинились, и такая окопная война будет идти в 2023 году. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДЕО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ